Позвольте поделиться небольшим опытом проведения применения эфирент-медов детоксификации при сепции на фоне коронавирусной инфекции. Да, у нас есть конфликт интересов, это доклад поддержан компанией Нанолек и пойдет речь в том числе о опыте использования колонок эфирон у пациентов на фоне искусственной вентиляции легких, у которых был сепсисептический шок. На самом деле, та тема, которую мы сегодня затрагиваем в рамках инфекционных осложнений при коронавирусной инфекции, имеет то понимание, что у нас, как бы там ни было, у части пациентов с COVID-19, с тяжелыми, крайне тяжелыми формами, все равно возникает сепсисептический шок. И одна из тем, у которых достаточно высокую летальность имеет группа пациентов, которые получали тагердную терапию, но потом дыхательная недостаточность прогрессировала, и дыхательная стаж прогрессировала, и, собственно говоря, все равно приходилось их переводить на ИВЛ. И, в общем-то, достаточно быстро у этих пациентов, кто с ними занимался, возникала нестабильность гемодинамики. И приходилось использовать совершенно различные методы, помимо вазопресса на терапии, инотропной поддержки. Но увидите, что у нас, начиная, наверное, с седьмых рекомендаций, а это 11 рекомендаций временные по лечению новой коронавирусной инфекции, Министерство Дохранения Российской Федерации есть упоминание о том, что экстракорпоральная детоксикация имеет место в использовании. Я постараюсь попробовать украской, но не очень у меня получается, зелененьким в дино, и в этой ситуации может использоваться селективная гипосорбция цитокинов, так называемого цитокиново-шторма, который в этой ситуации существует. Безусловно, есть много методов экстракорпоральной детоксикации, но в последние годы появились работы, которые говорят о том, что есть ЛПС-селективная сорбция. И вот одно из экспериментальных исследований, собственно, и разработчик, профессор Хорошилов, который вот в эксперименте показали, помимо других методов колонок, да, заместительной прочной терапии, всяких методов непременно-венозной гемодиафильтрации, используя цитоксорба, колонок с топромицином, то есть очень много есть ЛПС-вариантов сорбции, показали сначала нам в эксперименте о том, что инвиво, инвитро, о том, что в том числе отечественные разработки связаны с колонками по селективной инструкции, достаточно эффективные. И видите, здесь показаны исследования по поводу длительности пропускания через колонку феррон ЛПС, и уменьшение, это препараты крови, уменьшение свободного гемоглобина в период времени с 1.7 до 0.8, и вы видите, да, так сказать, визуально, что меняется цвет вот крови свободного гемоглобина во время перфузии вотритроцитов через колонку. Соответственно, и изменение концентрации происходило маркеров интоксикации в результате этой гемосорбции по различным точкам, тоже здесь представлена и сама, так сказать, кровь, вот микрофотограмма тромбоцитов, которые проходили цельной крови через колонку эферон. Это экспериментальные исследования, которые проводились, безусловно, не на пациентов ковид. И уже, так сказать, клиническая работа наших авторов в нескольких центрах, соответственно, это и не клиническая хирургия российского национально-исследовательского центра, это группа ученых с Маговедом, которые, собственно говоря, оценили эффективность вот этой колонки у пациентов, 9 пациентов в среднем возрасте 58 лет, достаточно тяжелые пациенты, имеющие по Апачи до 28 баллов и САПС 10 баллов, у которых была грамм-негативная бактериальная эффекция септический шок по классификации СЭПСИС-3, у которых проводилась эта перфузия через колонку, да, вот эферон, так называемое коммерческое название. И они получили, вот по такой методике они проводили, по такой технологии перфузию, в среднем 4-6 часов, подчеркиваю, что в сочетании с использованием аппарата мультифильтрат, да, по веновенозному контуру. И, соответственно, они получили достаточно хорошие результаты, которые здесь представлены в изменениях, да, то есть каждый пациент из представленных 9 пациентов, не очень, так сказать, хорошо, что указка работает, да, и чистота, и поддержки на трудности, и возраст, и количество дней в реанимации, и в госпитале, и 28-дневная выживаемость у части пациентов. То есть показали ее безопасность в использовании здесь. Посмотрите, так сказать, да, в целом в течение трех дней меняется уровень, так сказать, и среднего артериального давления, да, стабилизируется, и изменение, уменьшение дозы норадреналина, и, соответственно, уменьшение лактата, и изменение парашевого лечения, то есть происходит стабилизация на фоне, вот, в течение, там, двух-трех дней в тетраване, да, в целом. То же самое изменение по уровню тяжести органодисфункции при пошкале АПАЧ и уменьшение по шкале СОФА. Нормализация отношения, среднего отношения ПО2 к ФИО2, так называемого респираторного индекса. То есть это все показывает о том, что и изменение, изменение протрамбиного, да, и фибриногена, и нормализованного международного отношения, то есть, в общем-то, достаточно положительная динамика на вот этих девяти пациентов, и, соответственно, изменение уровня интерлекинов, и прокальцитанина, и цирреактивного белка. То есть фактически эта колонка является достаточно эффективной. И сравнивали в двух выборках у пациентов с эпидическим шоком, то есть основная группа сравнений получили о том, что, да, имеются значимые результаты эффективности колонок эферон у пациентов, но, безусловно, без ковида. Но в полтора года и в заключении было, в общем-то, собственно, говорить о том, что это безопасная методика, которая может использоваться наряду с другими методами сорбции у пациентов с эпидическим шоком. Безусловно, если говорить по поводу пациентов с COVID-19, то опыт имеет кровяклиническая больница с первого, по сути дела, апреля, с конца марта 2020 года, по 30 августа 2021 года, мы использовали достаточно много вариантов проведения эферентной детоксикации пациентов. 177 пациентов, которым проводилась и непрерывная веновенозная гемодиафильтрация, использование эмников и колонок цитосорбца, цитосорба и в сочетании с просто гемоперфузией, и в сочетании с веновенозной гемодиафильтрацией, и использование плазмообмена, и 12 пациентов, которым проводилось использование колонок эферона. У всех пациентов, безусловно, были показания, которые соответствуют клиническим рекомендациям, и понятно, что мы проводили для этих пациентов, безусловно, с эпизом, еще и для коррекции того цитокинового шторма, который возникает в организме, который, в общем-то, все повреждает. Соответственно, еще раз подчеркиваю, что все пациенты имели возраст в среднем, не было разницы тех, у кого использовался эферон, колонки, да, примерно соотношение мужчин и женщин было одинаковым, и, безусловно, практически у всех пациентов был выявлен до первой процедуры результат москов на САСКОВ-2 положительным, у тех, кого он был отрицательный, но они все равно имели контакт, либо в последующем этих пациентов выявлялись эти условия. Тяжесть состояния пациентов при поступлении, вот, знаете, обратите внимание, да, что была даже при использовании вот эферона больше 68 баллов по САПС-2, однако, вот, с медиана, да, по СОФа они имели меньше, наверное, имели меньшую тяжесть в среднем, да, получается, наверное, здесь больше уже использовалось во второй части, вот, в третьей волне, в конце второй волны, в третьей волне, когда мы уже имели опыт того, что где-то нужно начинать проведение, вот, с точки зрения органов дисфункций, более раннее начало проведения терапии. Соответственно, параметры процедуры применялась, скорость достаточно высокая, 100-120 мл в минуту, продолжение с гемософцией составляло 6-12 часов, на этом фоне мы использовали достаточно высокую антикоагуляцию, да, в целом до рекомендуемого, вот, опыт и показа было 500-600 единиц в час, мы использовали 1000-1200 единиц в час, под контролем АЧТВ примерно 60-80 секунд. Соответственно, до процедуры был даже в среднем, в колонке эфирон, более высокий уровень ЦРБ, достаточно высокий, да, и, безусловно, высокий уровень АПКТ, мы не включали, с учетом малой выборки, сюда данные про калицетаниного теста, не было выраженного, то есть, пациенты получали лечение на расстоянии мочевины и креатинина, тем не менее, уровень Дедимеров был достаточно высоким, больше 500 в среднем по уровню, и, соответственно, лейкоцитоз и палочка, и вы видите, что сдвиг формулы влево был достаточно приличным, была понятна лимфофения, до 11% палочка ядерных была при использовании колонок эфирон, в отличие от всех пациентов. Что мы получили, так сказать, в среднем, что длительность первой процедуры детоксикации в целом при эфироне было, ну, даже среднее 12 часов, при этой ситуации мы получили в том, что длительность инвазивной вентиляции у этих пациентов оказалась, ну, значимо меньше, это сразу видно, 61 час, тем не менее, неинвазивная вентиляция легких в дальнейшем у этих пациентов используют в более большем варианте, да, и, соответственно, количество дней в отделении реанимации тоже было, в общем-то, достаточно большим, как результаты. И вы видите, летальность в первой группе, все пациенты, которые мы использовали разные варианты, составила 75,2 летальность, а при эфироне 58%, в абсолютных, в абсолютных цифрах-то 7, да, и 124, соответственно. И понятно, почему длительность дней в реанимации больше, потому что выживаемость пациентов была, так сказать, в целом больше. Какое заключение по предварительным вот таким данным, подчеркиваю, то пилотный проект требует о том, что выживаемость сепсисом и ковидом у пациента при использовании реанимации методов детоксикации в целом, в одном центре состава 24, а при применении колонок эфирон 41,7%. Конечно, исследование, это имеет ограничение, небольшая выборка, и, конечно, требуется проведение дальнейших исследований, в том числе много центровых, и мы приглашаем в анализ, в оценку все те центры, в которых возможна такая оценка. И, понятно, здесь было бы интересно, работа эта проводится дальше, оценка разницы в показателях по оценке эффективности и снижения всех маркеров воспаления у пациентов, у которых был благоприятный и неблагоприятный исход. Такие результаты мы проводим, и, наверное, в ближайшие 3-4 месяца мы их используем, мы их представим. Спасибо за внимание, готов ответить на ваши вопросы. Спасибо.